Здравствуйте, уважаемые соотечественники! По итогам вчерашнего дня я хотел бы проинформировать текущую ситуацию. Я вчера озвучивал в прямом эфире подробные разговоры мои с Султаном Назарбаевым, сыном Нусултана Назарбаева и дороги Назарбаевой. И я, конечно же, не выставил пока запись этого разговора, я это безусловно обязательно сделаю. Также мы с ним не единожды разговаривали, очень подробно мы говорили вчера ночью, обсуждали разные события 2001 года, ранний, поздний. В связи с тем, что я очень глубоко владею их, скажем, семейными отношениями, семьи Назарбаевых, как они влияли на политическую ситуацию в тех или иных ситуациях в определенные годы, я, конечно же, задавал самые различные вопросы, которые журналисты, видимо, не успели задать, ну, по причине того, что не знает, как влияли члены семьи Нурсултана Назарбаева на те или иные политические события. И я, конечно же, их скоро опубликую, расшифрую и все прочее, чтобы вы понимали, каждая фраза, каждое мое слово не на пустом месте. Это все, безусловно, базируется на прямых утверждениях самого Ай-Султана. Итак, вчерашние выступления Ай-Султана превратили Даригу Назарбаеву именно в хромую курицу. Вообще, на Западе есть такое понятие «хромая утка», но на Западе есть настоящая политика. А в связи с тем, что в Казахстане у нас настоящей политики нет, члены семьи впихивают своих родственников, ну, поэтому мне как-то неудобно называть ее «хромой уткой», поднимая на западный уровень те политические процессы, которые происходят в нашей стране. И я буду говорить, что она стала хромой курицей, имеется в виду Дарига Назарбаева. Итак, следующее утверждение, сделанное Ай-Султаном Назарбаевым, что он является сыном именно Нурсултана Назарбаева. Дарига Назарбаева, его мать, и Дарига Назарбаева не является родной дочерью Нурсултана Назарбаева. Вот, собственно, если не комментировать какие-то другие вещи, а он довольно много разного рассказал о ее роли, как они организовывали убийство Рахата Алиева, это в частности Дарига Назарбаева и Альнур Мусаев, бывший председатель комитета национальной безопасности. Эту часть я даже не буду комментировать, но в любом случае это первоисточник, это родной сын. И что важно, важно, что сегодня Дарига Назарбаева выходит с заявлением о том, что необходимо строже наказывать тех, кто осуществляет те или иные провокации в средствах массовой информации, не делает никаких заявлений, ни пояснений. У нее пытались взять интервью, в частности, вот Азатык. Журналистку просто охрана придавила, закрыла ее рот. Шесть охранников ее сопровождали. Ну, понятно, что Дарига Назарбаева ночь не спала, переживала, были семейные скандалы. И она попала в ситуацию, что называется, впатываю. Что когда бы, если бы она вообще не появилась на людях, то люди бы сказали, ну вот, все плохо, это правда. Но появилась Дарига публично, сделала совершенно другие заявления, которые не проясняют ситуацию с ее сыном. Более того, ее сын взывает о помощи. Он обращается к своему отцу Нурсултану Назарбаеву, говорит, что ему плохо. И мать, биологическая мать, обратите внимание, у нее не работают человеческие инстинкты. Она не бросает свою работу, не летит в Лондон, не спасает сына своего, который прячется от всех в клинике. Более того, когда я с ним вчера несколько раз разговаривал, он все время прерывался и возвращался, и говорил, вот там бродят люди, они хотят меня выкрасть, я сейчас срочно вызвал полицию. Вот представьте ее состояние, его состояние, состояние ее сына и мать, которая занимает позицию председателя Сената, это второй человек государства и страны, не думает о своем ребенке, не делает никаких заявлений, не просит извинений, не говорит, что вот извините, вот так у нас в семье получилось, но я обязательно это исправлю. У всех, кто имел дети, бывают ситуации, когда дети делают ошибки, это нормально. И на то есть родители, которые проявляют участие, помогают, решают эти вопросы, они выходят с каменным лицом, делают вид, как будто бы ничего не произошло. Более того, когда публичное лицо, второе лицо государства, выходит на публику, и журналисты задают вопрос, охрана просто скручивает руки, закрывает лицо и отбрасывает. Вот, собственно, что мы видим. Это не мать, это чудовище. Это чудовище, которое хочет стать президентом нашей страны. И как вы понимаете, когда идут разговоры о неком двоевластии, в авторитарной стране двоевластий не бывает. Я еще раз хочу повторять. Повторить. Власть в стране полностью контролирует Нурсултан Назарбаев. Нынешний президент Такаев, это просто мебель, которая не обладает ни властью, ни какими полномочиями. Это просто кукла, говорящая кукла. Единственные полномочия, которые говорить о погоде, там пальчиком грозить Акимом, но при этом возможность у него только назначить своим указом Акимов районов. Он даже замминистров не может снять, чтобы не было ни у кого иллюзии. Вот такой вот глава государства. И вы должны понимать, что власть действительно принадлежит Нурсултану Назарбаеву. И вот эта когорта чиновников, которых он назначает, безусловно, действует по его приказу в рамках той линии, которую мочертил Нурсултан Назарбаев. Есть его руки, так называемые, которые внимательно следят за исполнением его приказа. В частности, глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Он осуществляет тельные репрессии, он глушит средства массовой информации, он может заблокировать интернет хоть на сутки, хоть на двое. Таких примеров было немало. В частности, вот когда 16 декабря 2016 года я впервые после трехлетнего перерыва вышел на прямой эфир, интернет в стороне был положен. И вы знаете, что с 17-18 до весны 19-го года при первом моем появлении в прямом эфире приводило к тому, что интернет глушили по всей стране. И это все делает Карим Масимов, наблюдатель от имени Нурсултана Назарбаева. И он же осуществляет репрессии через Министерство внутренних дел, через полицию. За их спинами стоит именно Комитет национальной безопасности. Так вот, чтобы была ясность, когда Назарбаев принял решение, что власть в итоге будет передаваться дороге Назарбаевой, конечно же, эти исполнители, они выполняют волю Нурсултана Назарбаева. Кто-то из них может быть не согласен, кому-то из них это не нравится. Но они все равно, как чиновники Нурсултана Назарбаева, просто исполняют его волю. Но, вы же знаете, бывают ситуации такие, когда ты идешь с кем-то, и он неожиданно поскользнулся и упал. Человек, который проявляет участие, который хочет помочь, он обычно очень быстро реагирует, как минимум, поднимает этот человек, если он упал, или не дает упасть, вовремя придержав за локоть. Ну, а когда чиновники Назарбаева не хотят, чтобы именно Дарига пришла во власть, они могут вовремя отвернуться, чтобы сделать вид, когда она упала, сказать, ой, извините, дорогая Нурсултана, вы, оказывается, упали, давайте я вам подам руку. Мы это сделаем только тогда, когда она будет лежать, что называется, на дне, или где-то в яме, и может покалечиться. Поэтому никакого двоевластия нет, но вот такие вот, скажем, пакости эти чиновники могут сделать. Надо понимать, что у Дариги Назарбаева очень много врагов, не только среди нашего гражданского населения, но и среди политической верхушки. Это во-первых. У нее есть те конкуренты, которые не хотели бы, чтобы именно Дарига возглавила страну. Ну, первый, кто не хотел бы, конечно, это, ну, Хасамжамар Токаев. Он сел на позицию президента, и он хочет проследить как можно больше, потому что эта позиция позволяет ему получить какие-то дивиденды, как известно, материальные. Поэтому, конечно, не заинтересованное лицо. Но надо иметь в виду, что у Токаева есть характеристика, что он мебель, он не способен ни на какие решительные действия, он боится даже вредить, поэтому мы его исключаем из тех, кто в состоянии нанести такие боковые удары своему конкуренту, в частности, Дариге Назарбаевой. Но есть такой, скажем, человек, как Тимур Кулебаев, который очень не хочет, чтобы в власти пришла именно Дарига Назарбаева. Он сам не готов стать президентом, но он хотел бы, чтобы во главе страны стоял его вставленник. Я сейчас не буду говорить о его оставленнике, я буду говорить о его союзнике, в частности, Кариме Масимове, который вместе с ними делит деньги, и именно Тимур Кулебаев его втащил во власть. И поэтому, обратите внимание, когда вчера я и другие начали озвучивать ситуацию с Ай-Султаном, интернет в стране не глушили. Более того, мы насчитали минимум 8 изданий, находящихся в Казахстане, которые массированно транслировали интервью с Ай-Султаном. Их никто не останавливал. Они задавали разные вопросы, которые жестоко дискредитируют именно Даригу Назарбаева и Ай-Султана. Обратите внимание, то есть, кто контролирует интернет? Комитет национальной безопасности. Что они сделают? Они спокойно транслируют и максимально широко распространяют информацию, которая четко и сильно дискредитирует Даригу Назарбаеву, которая планируется стать человеком номер один в нашей стране. И Комитет национальной безопасности проявляет полную беспомощность. Вы в это верите? Нет. У нас человек еще даже не пошел на митинг. Уже около его квартиры стоят полицейские. Они врываются к нему домой, при необходимости подбрасывают флажки. А тут, когда заблокировать интернет, это вопрос одного звонка, или эти издания начинают только шевелиться, сразу звонок из Комитета национальной безопасности и ни одно издание в Казахстане не смогло бы осветить ситуацию с Ай-Султаном. Да, Комитет национальной безопасности не мог бы нас остановить. Мы бы все равно эту информацию дали. Но вы знаете практику. Практика следующая. Все блокируется и потом медленно просачивается в информационное пространство в нашей стране. В случае с Ай-Султаном этого не было. Тогда, уважаемые друзья, вы должны понимать, почему же это произошло? Неужели у нас страна изменилась, у нас свобода слова, все выходят на митинги? Конечно же, нет. Также это машины репрессии, задерживают людей, сажают их на 10-15 суток и так далее. Не щадит женщин с маленькими детьми. А вчера была другая ситуация. Кто-то скажет, что вот, но султан Назарбаев потерял власть. Нет. Просто это была та самая ситуация, когда окружение Назарбаева сделали вид, что они не видят, как Дарига Назарбаева падает. Они не заглушили контролируемые здания и здания, а более того, дали команду транслировать как можно больше. Миллионы просмотров и сегодня измученная Дарига с каменным лицом вышла в свет и не сказала ни слова о своем сыне. Уважаемые друзья, вы должны понимать, что сейчас Дарига Назарбаева это хромая курица. И большой вопрос, станет она руководить государством или нет. Ясно, что сейчас общественное мнение в стране категорично против как Нурсултана Назарбаева, так и против Дариги. И в этой ситуации те силы, которые недовольны, в частности, именно Тимур Кулебаев вместе с Каримом Асимовым, сейчас, конечно, начинает борьбу за то, чтобы она полностью выбыла из позиции предполагаемого наследника власти. Именно представитель Тимура Кулебаева пришел, возглавил страну. Здесь никто не считает Такаева. Он может, в любом случае, это временная фигура, он будет отодвинут. Но вы сейчас должны понимать, что другая группа, тоже членов семьи, Насултана Назарбаева, пытается разыграть ситуацию, выкинуть Даригу из власти. Ну, это, наверное, хорошо. Мы сейчас обсуждаем, как сторонние наблюдатели. Но Казахстан это наша страна. Мы, граждане этой страны, и именно народ, источник власти, именно народ владеет этой страной, а не эта кучка, прогнившая кучка Назарбаева. Мы должны это помнить всегда, не забывать. Поэтому, когда они там борются за власть, народа там нет. Вот сейчас придет кучка с Тимура Кулебаева. Вы же прекрасно знаете, что он крупнейший миллиардер, десятки миллиардов долларов в их руках. Они грабили десятки лет страну и продолжают грабить. Стоят в списках Forbes журнала в числе богатейших людей не только Казахстана, но и мира, при этом работая в основном на государственных должностях. Исходя из этого, уважаемые друзья, мы должны сделать свой вывод и свои действия. Да, они борются за власть, да, они воруют миллиард долларов, мы это знаем, да, но султан Назарбаев хочет привести во власть Дарьгу Назарбаева. Он еще в августе объявил и чуть позже тоже, что в феврале состоится съезд партии Нур-Атан. Мы знаем, что в феврале состоится съезд еще так называемый ДПК, это подставная партия власти и проект Хосанов-2. Вот они на февраль такие планы наметили. И в этот момент выход Ай-Султана дает возможность группе Тимура Кулебаева попытаться отодвинуть ее, прийти во власть. Но мы же знаем точно, это наша страна. И вы видите, что это гнилой режим. Вы видите, что он насквозь коррумпировал все уровни власти наше население. Вы видите, что делает эта политическая верхушка. Нам с ними не по пути. Мы должны построить крутую и свободную страну. Именно поэтому мы должны сказать свое слово. Вчера я озвучил 22 февраля мы объявляем о проведении масштабного митинга по всей стране за достойную жизнь. Мы озвучивали программы ДВК и вы понимаете, что все они могут быть реализованы в течение полугода, когда заработная плата средняя сырьевого сектора будет минимум 600 тысяч деньги, как я говорил, когда зарплата учителей, врачей, полицейских, военных и многих других будет начинаться приблизительно от тысячи долларов. Уважаем друзья, с этой политической верхушкой нам не по пути. Они никогда не дадут возможность нам жить достойной жизни, не дадут построить нам свободное государство. И вчерашнее заявление Айсултана это четко показало. Это гнилая верхушка, которая истощила нашу страну. Поэтому я обращаюсь к вам. Пусть они там между собой дерутся, забыв, что реальная власть принадлежит народу. Мы им должны напомнить. 22 февраля мы призываем вас выйти на митинг. 22 февраля мы призываем объединиться всем тем, у кого есть требования к этой власти. 22 февраля мы должны добиться, чтобы на улице страны вышли десятки тысяч людей добиться смены режима. Добиться таких же результатов, которые добилась Армения, добилась Украина, добилась Грузия и многие граждане разных стран мира, которые сломили авторитаризм. И мы тоже можем. Но для этого нас должно быть десятки тысяч. 22 февраля Алга, Казахстан.